Может быть, пока народ мы познакомимся между собой, чтобы знать, кто есть кто. Юля, не возражаете? Нет, конечно. Это, наоборот, было бы очень здорово. Юля наш администратор, но, наверное, она меня не слышит. Но я предлагаю все равно познакомиться. Меня зовут Игорь Тапова. Я сейчас работаю в Ранхикс, в центре... Да, да, да. В центре CDTO. И мы занимаемся... Почему я решила устроить эту дискуссию? Мы как раз сейчас на самом старте разработки масштабной базы знаний связанной с цифровой трансформацией. У нас, к сожалению, у Екатерины проблемы с интернетом, поэтому, возможно, она будет периодически вылетать... прилетать. Давайте подождем. Екатерина пытается к нам вернуться. Пожалуйста, дайте мне знать, слышны меня или нет. Екатерина, вы вернулись. Я прошу прощения. Да, я выпадала. Я сразу приношу свое мнение. К сожалению, неустойчивая интернет и еще в том месте, где я сейчас нахожусь, сейчас плохая погода. Когда плохая погода, она совсем ужасно работает. Но, в общем, в двух словах, для нас надо сделать базу знаний, не только внутреннюю, ну, как традиционный knowledge management, потому что центр большой, более ста сотрудников, и начинаются уже просто грандиозные проблемы с доступом к информации, но и своего рода справочник-энциклопедий для наших слушателей, потому что это образование для взрослых, много новых, сложных тем приходят госслужащие, которые... В общем-то, для них цифровизация это и так какая-то такая довольно-таки пока незнакомая и страшная область, а плюс еще по ней мало материалов. Вот, соответственно, вот передо мной стоит такая задача. Я хотела просто чуть-чуть это обсуждать с коллегами, поделиться нашими болями и, ну, первыми такими лайфхаками небольшими, которые мы придумали, и узнать, как у всех, как у кого. Вот, это такая моя история. А кто еще хочет познакомиться? Я еще знаю Камилу здесь, присутствующих. Камилу, привет. Почему-то все стесняются включать микрофоны и пишут только в чат Зума. А давайте... Нет, давайте голосом. Это же у нас такая трепательная кнопка. Хорошо, я могу сказать. Камилу, я работаю в компании Selectel и долгое время я работала на стыке маркетинга и базы знаний. И вот с прошлого сентября я занимаюсь исключительно базой знаний. Мы ушли от конфлюенса, перешли к варианту Doc and the Code и очень активно работали с UX-ерами. И, соответственно, у нас сейчас наша база знаний для внешних клиентов, она очень сильно изменилась. Поэтому я пришла как человек, который может хоть чем-то поделиться. Кто-нибудь еще? Очень круто! Ура! Я тебя помню по каким-то мероприятиям, по-моему, в Яндексе или еще где-то мы пересчитались. Да, в Яндексе мы встречались. А, здорово! Ну, может быть, кто-то еще представится, а потом тогда я тебя поспрашиваю, всякие вопросы позадаю. Могу, в принципе, я попробовать, если меня слышно, поможете мне. Да. Всем привет! Меня зовут Оксана. Я, что-то как-то, да, немножко стесняюсь включать видео, потому что все в домашнем, в пижамке. Очень интересны, да, вопросы по созданию базы знаний, потому что я сейчас, несмотря на то, что перехожу от технического писательства больше в техническую сторону, именно в тестирование продукта, я пришла в компанию, где возникла необходимость создать базу знаний как хранилище знаний ключевых сотрудников. Просто сложилась такая ситуация, что очень многие люди, очень многие разработчики и даже менеджеры, которые были хранителями знаний, да, эти знания были у них исключительно в голове, они поувольнялись, кто-то перешел на какие-то другие должности, в общем, все эти ключевые знания потерялись, и мы с начальником отдела QA решили создать некоторое хранилище, где у нас будут наши знания храниться, в том числе и для обучения новых сотрудников, и в случае там некой подсказки существующим сотрудникам, а как у нас работает та или иная фича, вот, и так как я раньше работала длительное время исключительно с внешней пользовательской документацией, именно вот внутренне, что-то техническое, именно базы знаний у меня как такового опыта нет, поэтому я как слепой котенок сейчас тыкаюсь туда-сюда, пытаюсь каким-то образом систематизировать свои знания, которые я получила и в ходе работы над пользовательской документацией, и в ходе тестирования продукта, в общем, все это пытаемся собрать в один единый ком, который более-менее как-то имел бы хоть какую-то удобоваримую форму, но пока пользуемся исключительно средствами компании Atlassian Confluence, поэтому если есть какие-то еще вещи, какие-то, не знаю, лайфхаки, как получать эти знания, как их хранить, как в более интересную форму их представлять, буду признательно, если кто-нибудь что-нибудь расскажет. Спасибо. Супер. Мы, собственно, тоже сейчас про это думаем, как структурировать все наши многочисленные информации. Так, а у нас есть еще несколько человек, которые не представились, вы, может, все-таки решитесь. Не решается. Тогда у меня вопрос тогда к Камиле и еще кто-то присутствует. Вот мы в первую очередь столкнулись с такой ситуацией, ну и немножко то, о чем говорит Оксана, что у нас очень много информации, и она совершенно разноплановая, причем вот это такая классическая история knowledge management, где говорят, что вот надо взять сотрудников, и это значит как-то из них эти знания извлечь и что-то с этим сделать. Она для нас менее актуальна, точнее, нас настигает такой огромный вал всего остального, что до этой истории мы даже пока еще не дошли, потому что так как у нас учебный центр, то очень много уже есть учебных курсов, видео, ролики, интервью с экспертами, просто огромное количество вещей. Я сейчас делаю информационную архитектуру всего этого дела, и понимаю, что нужна какая-то очень такая серьезная работа с таксономией и структурированием всего этого дела, и буду рада услышать какие-нибудь лайфхаки. Я могу чуть-чуть поделиться. Раньше у нас был конфлюенс, и, соответственно, почему-то в конфлюенсе как внутренние какие-то моменты, так и внешние моменты очень плохо описывались. Мы перешли к Docs as a Code, потому что разработчиков, а это основные ребята, которые должны были делиться знаниями на тот момент, гораздо проще заставить писать что-то в гид, точнее даже не столько писать, а добавлять какие-то мердж-реквесты, там одно предложение поменять или еще что-то. Это чуть-чуть попроще, но это работает только для разработчиков. Также у нас, когда мы переходили, соответственно, к структурированию вот этой информационной архитектуре новой базы нашей, мы поделили все это по продуктам и работе, соответственно, с личным кабинетом. Как минимум надо разделиться на два таких больших блока. Я могу сейчас пошарить экран, чтобы чуть-чуть более конкретной в своих словах быть. Так, мышь пропала. Здорово, спасибо. Мышь, просыпайся. О, мышь заработала. В общем, по факту мы завязались на нашу панель управления, то, что видят наши клиенты. И если у вас такая же проблема, то попробуйте зайти, ну, как вариант, от того, что первым видят ваши пользователи. То есть, если они первым делом видят ваш личный кабинет, то, соответственно, на первую часть надо начать делиться тем, как работать с этим личным кабинетом, а уже потом идти по каким-то маленьким внутренним частям. Поэтому... О, что-то подтормаживает. Сейчас, секунду. Вот. Поэтому у нас есть то, как с этим работать, и, соответственно, такие уже конкретные вопросы-ответы по каждому, по каждой из услуг. Вот. Временно прикрыть. Оно почему-то очень сильно тормозит. Не открывается. О. Скажи, а вы внутри... Ну, вот ты начала говорить, что вы это по продуктам структурировали, а ещё как какая-то дополнительная структура была? Или, может быть, вы использовали... Ну, их же, наверное, достаточно много, чтобы в них ориентироваться. Может быть, какие-то там теги, метаданные, какую-то ещё такую историю. Мы завязались на нашу панель управления. Поэтому было проще именно с этой точки зрения, когда уже есть какое-то деление в панели управления, ты можешь просто брать эти блоки, если муж сейчас заработает, можно брать вот эти блоки. То есть это вот тут всё по облачкам, это всё по железным серверам и так далее. Но самое основное, с чего вообще всё начинается, это как вообще с этой штукой работать. Ну, это так и серии более прикладное. Так что, если сейчас зададите какие-нибудь уточняющие вопросы, я буду признательна. Я правильно поняла, что у вас получается внутренняя и внешняя базы, они как бы синтезированы? И нет разделения между базой знаний для сотрудников, каких-то внутренних знаний, и внешним для клиентов? Все в идеальном сферическом вакууме мире максимальное количество знаний по продуктам должно быть доступно как внешним сотрудникам, так и внутренним. Но при этом те ребята, которые хотят делиться какими-то внутренними штуками, которые мы не хотим транслировать наружу клиентам, у них есть своя собственная база знаний. И вот в этом проблема. То есть упорядочить внешнюю базу знаний гораздо проще, что мы точно транслируем клиентам, чем то, что у них есть в кулуарах. И вот как раз вот эта вторая проблема, мы еще пока не знаем, что с ней делать. Единственное, что полезное у нас ввели в компании, в том числе HR, поделились на проекты. И, например, у нас есть все, что связано с UX. Все, что связано с UX, идешь сюда, смотришь. Все, что связано с облаками, идешь сюда, смотришь. Но это пока вот только самые первые шаги. И мне кажется, что у нас все получилось только пока с внешней базой знаний. Она, соответственно, нужна в нашей компании технической поддержке, инженерам, которые занимаются какой-то настройкой, каким-то внедрением. И, например, ребятам, которые занимаются продажами. У нас есть исходящие продажи, входящие продажи. То есть вот такой блок. Но, как я уже говорила в начале, у нас не получилось это все хорошо совместить на стыке маркетинга и базы знаний. То есть сначала мы пытались как-то это все вместе делать, что типа вот у нас есть продуктовая страница сайта, на продуктовой странице сайта есть всякая маркетинговая информация, и вот эта маркетинговая информация подтверждается технической информацией из базы знаний. То есть где-то у нас получилось для каких-то продуктов это внедрить, а для каких-то не получилось. Какие-нибудь вопросы? А вот я спросила, я не поняла, ты услышала этот вопрос, нет, а какое-нибудь более глубокое структурирование, чем по продуктам вы делали? Еще какие-то дополнительные теги, метаданные, вот как у вас это устроено? Я на самом начальном этапе пошла вообще общаться с ребятами из UX-а, то есть теми людьми, которые занимаются проектированием интерфейса конкретно личного кабинета. И они мне нашли некоторое количество исследований, которые вообще приняты в мире, и они называются информационная архитектура. Сейчас я попытаюсь найти этот документ. суть в том, что каждый продукт должен иметь внутри описание, как подключиться, как отключиться, как сделать hello world, то есть какие-то линейные с простейшей действия, проверить, что функционал работает, какие-то how-to, и там какие-нибудь how-to, инструкции, часто задаваемые вопросы и так далее. И таких вещей на самом деле очень много. Именно то есть у нас получилась была архитектура самой базы знаний, деление на продукты и что-то общее, и внутри каждого продукта есть еще своя информационная архитектура, то есть что должно быть отображено. Сейчас я пытаюсь найти. О, прикольно. Расскажи про это, пожалуйста. Да, сейчас. Вот. Это, собственно, мне нашли наши UX проектировщики. Ага, вот. То есть вообще на самом начальном этапе у нас была, ну, там вообще просто был отличный документ. Сейчас я его расшарю, чтобы все посмотрели. Так. Ага. Видно? Угу. Да. Ух ты. Вот. Соответственно, есть какие-то ключевые цели, то есть там помочь найти какое-то решение проблем. То есть, видите, там еще частично на русском языке, частично на английском. То есть, там есть требования к информации и информационной архитектуры. То есть, чтобы learn. Внутри этого learn, соответственно, могут быть такие вещи, как описание, overview, как это оплачивать, по какой модели это оплачивается, какие там есть компоненты, ресурсы, там, на уровне глоссария, какие термины используются. Потом вот эти вот решения, то есть, первые шаги перед тем, как начать и что-то еще. И, соответственно, вот про API, если это что-то нужно, ну, мы еще пока это не внедрили, но мы уже близки и думаю, что какой-нибудь следующей конференции я еще и этим куском смогу поделиться. Вот. Информационные архитектуры, они очень-очень разные, поэтому я думаю, что в первую очередь надо вообще набрать всю информацию по какие вообще варианты описания бывают, какие информационные архитектуры бывают, а потом уже выбрать то, что нужно. Например, для большей части услуг у нас, например, не нужно security или finance, потому что услуги оплачиваются с одного счета, и об этом мы уже писали в той части, как вообще работать с личным кабинетом. Вот. один из главных, наверное, вот этих вот критериев набрать побольше вот этой вот информационной архитектуры, я могу это что-то сейчас скачать как PDF и поделиться с вами. Надо? О, супер. Да, да, конечно. Так, сейчас оно скачивается. Интересно, оно сюда подгрузится в общий чат? Так, непонятно. Так, могу кому-нибудь попробовать прислать в личку, потому что я не очень понимаю, как этим делиться в зуме. Давай мне в личку можно сюда или в телеграм. Ага, да, давай телеграм, я тебе туда эту штуку скину. Сейчас, я к тебе постучусь в телеграме. Ага. Да, а так, у нас есть пока еще вопрос в чате от Зои проблема, все есть, но никто об этом не знает. Есть код, пытаемся там починить поиск. И есть документация как код, но, видимо, тоже не помогает. Я у нас в компании сделала такую штуку, как у нас есть корпоративный мессенджер, и там есть канал, и я в него, когда только создала его, пригласила кучу народу, которые, по моему мнению, могли бы быть заинтересованы в этих знаниях. То есть все обновления по этим знаниям, они транслируются в этот канал. И люди, которые действительно в этом заинтересованы в своей работе, они им активно пользуются. К сожалению, все остальные не очень хорошо этим пользуются. То есть они догадываются, у кого можно что-то спросить, но заставить тех людей, которые с этим не работают, чтобы они этим пользовались, я, к сожалению, не знаю. У меня сейчас есть идея, чтобы создать некое картирование знаний. Соответственно, я сейчас буду слушать доклады об этом и попытаюсь это внедрить. Потому что у нас как бы две проблемы в компании. Никто не знает, где кто сидит с тех пор, как у нас отремонтировали новый офис и все туда переехали. и второе, где что искать. Так что единственное, что можно вот бегать реально за людьми, которые там техподдержка, какие-нибудь пресейлы, еще кто-нибудь и так кормить их с ложечки этой информации по чуть-чуть, типа читай, смотри, 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 я написала читай. Пока только так. Ага, вижу. Так, я тебе в это время постучалась в Телеграм, и вот у меня тоже есть небольшой наш такой локальный лайфхак по сбору знаний. Он несколько ресурсоемкий, но он эффективный. Мы проводим достаточно много интервью, вот так как наш специфик связан с тем, что мы учебный центр. У нас есть куча экспертов, которые читают лекции, но, во-первых, лекционный формат это вообще очень специфическая вещь такая, хотя у нас тоже, ну, как бы мы все лекции как-то их оформляем, чтобы был по ним, ну, по крайней мере, по ключевым словам поиск, и можно было понять вообще, о чем человек прочитал, и потом эту лекцию найти. Но плюс эксперт читает какой-то свой узкий кусочек, а он знает очень много всего. Вот, и, соответственно, просто самый простой способ пью-принтировать и потом расшифровать. И есть, ну, несколько менеджерских каких-то таких историй, просто, что какие-то люди вместе с основными обязанностями еще совмещают обязанности расшифровщиков, и пока это даже вот просто на Google диске хранятся все эти многочисленные расшифровки, но они структурированы по темам, они как бы достаточно хорошо разложены, и вот это, на самом деле кучу проблем решает, потому что если дальше этот эксперт недоступен и куда-то там вдруг что-то от него нужно, вот, то сразу же просто мы это вытаскиваем из расшифровки и публикуем в очередном там каком-то учебном материале или даем в виде статьи и так далее, ну, с учетом того, что с ними заранее решены, естественно, всякие юридические моменты, вот, и еще есть серия этих же лайфхаков, что просто мы еще по каждому эксперту, а это можно применить и перенести на сотрудников, сразу расписываем достаточно тщательно именно его как бы предметной области, его такой скоп знаний, вот, и опять же таки тоже это все гуглится, ну, как бы не гуглится, поиском ищется, и, соответственно, я могу, мне надо узнать, кто мне может там завтра рассказать про проектное управление, к примеру, я смотрю на проектное, как бы на ТЭК проектное управление, и я вижу всех экспертов, которые как бы про это когда-либо у нас в учебном центре что-либо рассказывали, а дальше уже, ну, выбирают того, кто там доступен в данный момент, или у кого там больше практический опыт, ну, и так далее, что нужно в данной ситуации. Ну, такая маленькая репутация. Не, правда, очень интересно, мы немножко другим способом это решили, но это так более высокоуровнево у нас сделали те ребята, которые отвечают за продукты конкретные, они сделали штуку, называется продуктовая матрица, то есть они поделили, что вот есть продукт, есть какие-то общие знания о нем, есть какие-то более узкие, более технические, и создали вот эту штуку типа матрицы, что вот конкретно этот продукт, конкретно вот там общее сведение, это вот этот человек, к сожалению, эта зараза устаревает. И устаревает она иногда быстрее, чем ты успеваешь ею пользоваться. Надо подумать про опросы, это забавно. Да. Кто возьмет слово дальше? У кого еще какие есть идеи? или вопросы? У нас за это время, кстати, добавилось достаточно много новых участников. Может быть, у кого-то просто есть еще какой-то опыт, и в двух словах мы обсуждаем какие-то боли и проблемы при создании внутренней или внешней базы знаний. Мне кажется, что проблемы систематизации, информационная архитектура, они плюс-минус одинаковые. Просто там на разных уровнях будут упор немножко на разные вещи, то есть, наверное, вопросы, к примеру, релевантности, актуальности, каких-то юридических аспектов, они более актуальны для внешней базы знаний, а для внутренней более критичны вот эти всякие истории, добыть информацию из ключевого сотрудника, что делать, если там какие-то особо ценные эксперты в отпуске и так далее. Вот, и, соответственно, может быть, просто кто-то еще хочет что-то рассказать, поделиться каким-то вопросом, болью, или, наоборот, лайфхаками, особенно вот мы обсуждали про архитектуру, много вопросов, как выстроить информацию, так, чтобы она была доступна и чтобы база знаний не превратилась в помойку. Не стесняйтесь, пожалуйста, это же не доклад, а тусовочка. Спасибо. Я могу рассказать, как у нас, как это единственное, к чему мы пришли. У нас получается так, что знания те, которые получает пользователь, они, скажем так, поверхностные и касаются только той функциональности, которую они хотят получить. Я работаю в компании Купи Билет, это агрегатор авиабилетов, который ищет и продает, собственно говоря, авиабилеты. Там очень сложная система получения информации про авиабилеты и про тарифы, про цены, про направления и всевозможные вот эти вот вопросы. И у нас есть отдельная служба поддержки, которая занимается запросами пользователей на обмен, на возврат, на добавление услуг и прочие такие вещи. У них отдельная база знаний, у них отдельные какие-то статьи, которыми занимается тренер нашей службы поддержки, просто потому, что там очень там серьезные какие-то особенности про то, как читать тарифы, про то, как их интерпретировать, про то, какую информацию и как ее выдать пользователю. Это отдельная история. Дальше у нас идет отдельная база знаний для пользователей, которые просто заходят на сайт и хотят купить билет, что им сделать, как оформить правильно. Есть отдельная база знаний внутреннего продукта. И в ту базу знаний, которая для службы поддержки мы не лезли, я ее на самом деле даже не видела, ну, так мельком, потому что у них там особые какие-то тренинги идут и прочие вещи, но внешняя и пользовательская и внутренняя база знаний, она у нас отличается структурой. Вот почему? Потому что пользователь, когда заходит на сайт, ему конкретно нужно узнать, что значит вот этот значок или что делать, если я хочу добавить там багаж какой-то или еще что-то такое. Нам же интересно в первую очередь, как работает та или иная фича. Мы разделили, так как у нас есть несколько платформ, у нас есть веб-версия, у нас есть мобильная версия. Мы разделили по платформам, плюс завели отдельный проект для проекта, для сайта, который отвечает за администрирование. То есть мы туда заходим, смотрим логи, то есть что делал пользователь, какие-то, ну, более технические какие-то вещи, да, прошла ли оплата, когда прошла, что унискал, какие действия совершались на сайте пользователя. Это отдельный тоже проект, там все идет больше как инструкция how to, то есть как нам добавить авиакомпанию, если вдруг она не продает билеты, как нам ее добавить в игнор, чтобы она не появлялась, как нам еще какие-то вещи сделать, как добавить агентов, каких-то, как работать с партнерами, как добавить тексты какие-то. А вот внутренняя база знаний, она больше по платформам и по фичам, потому как приходит новый разработчик, он хочет знать, как работает допустим у нас фича услуга добавления питания. Если вдруг нам авиакомпания сказала, что у нас вот будет обязательно продаваться именно такое питание, мы должны эту информацию добавить. То, что подразумевается под всякими, под какими-то конкретными видами питания и что это значит, как это выбрать, пользователь это отдельно знает, нам нужно знать, откуда это появляется информация. Захардкожная она, либо она добавляется через обминку, либо еще какими-то другими информациями, другими способами. Нам нужно знать, что получает бэкэнд, что отображает фронтенд, как это меняется. Если вы нашли какую-то кнопочку, относится она к бэкэнду, это получает именно мы получаем эту информацию от авиакомпании, либо это мы сами придумали. То есть вот эти вещи, их, к сожалению, не интегрировать в общую базу знаний, ее не разделить, и у нас появилась вот эта вот потребность сделать внутреннюю базу знаний только из-за того, что какие-то на нескольких разной части сервиса написаны на разных языках, просто потому что поиск должен работать очень быстро, он, допустим, там написан на одном языке, все остальные вещи написаны там на других языках, поэтому откуда появляется информация, как она отображается и прочие вещи, это, к сожалению, не добавить, да, вот во внешнюю какую-то документацию, мы исключительно этим руководствовались, и вот у нас в чате Зоя писала, что все есть, но никто об этом не знает, с этим мы тоже сталкивались, когда я начинала только заполнять нашу базу знаний, и приходили к нам как отделу тестирования кто-то из разработчиков, кто-то из менеджеров, из директоров, и спрашивали, говорят, ребят, а как у нас вот это, вот это работает, ну вы же знаете, вы же тут вроде тестируете, а вот у нас есть, между прочим, база знаний, мы кидались, швырялись во всех этими ссылками на базу знаний, потом уже стали про нее все знать, где-то на кухне продвигали эту идею, где-то там, я не знаю, в коридоре, где-то в барах или еще что-то такое, потом потихонечку, потихонечку эта идея проникла в головы, и все потихонечку узнали, что происходит, что у нас есть такая замечательная база знаний, стали туда часто захаживать, часто писать комментарии, говорить, а добавьте, пожалуйста, вот эту вот информацию, у нас еще вот эта появилась, и так потихонечку начали, те, кто узнал, начали передавать эту ссылку, ну она как бы есть в общем пространстве, просто не все ее видят, да, там отдельная пространство документации, начали ее передавать тем, кто приходит новые сотрудники, и очень часто стали организовываться сейчас метапы со мной там, либо с моей коллегой, которые от инициаторами становятся уже кто-то из темледов, либо из директоров, технический директор, директор по продукту, где они говорят, давай вот встретимся, я тебе расскажу, как это работает, и зафиксируй, пожалуйста, потому что на всякий случай, если вдруг там я уйду в отпуск, не знаю, там уволюсь, что-то случится, чтобы вы знали, как это работает. На самом деле, это очень помогает, просто случаются, да, иногда такие вещи, когда ты начинаешь с чем-то разбираться, спрашиваешь, там есть два вопроса, два ответа, так исторически сложилось, и, ну, не знаю, потому что это вот как-то так работает. С этим тоже пытаемся как-то бороться, сажать рядом с собой разработчиков, которые сидят, заглядывают в код, и каждый, там, чуть ли не шаг, каждый буквально комментирует, ну, это получается, оттуда-то, это дергается информация, оттуда это оттуда. Ну, какие-то такие вот вещи нам удалось зафиксировать, но, к сожалению, не все, мы просто не знаем, как, как эту базу, можно ли ее куда-то масштабировать, не знаю, куда-то вынести в другое место, просто иногда конфлюенс не совсем удобная штука, просто из-за нового редактора, допустим, не совсем удобно, не совсем удобно хранить в одном пространстве документации целую кучу подстраниц, то есть, там, делить это по проектам, либо все это запихивать в одно пространство документация общая, такая, да, как бы вездесущая, либо это делать отдельно, там, на админку, отдельно, там, на внутренний сервис, который B2C, да, или, там, на внешний сервис B2B, вот это вот тоже не совсем понятно, как это сделать, вот, вот такие вещи. Спасибо большое, что поделились, Оксан. Но вот интересный, кстати, вопрос про конфлюенс, мы тоже его рассматривали как вариант инструмента и все же решили, что возможностей структурирования там не очень много, вот у нас тоже возникло такое впечатление, что будет, ну, несколько все смешано, то есть, мы делаем в нашем случае некое все-таки проплитарное решение. А, может быть, у кого-то есть успешный опыт работы с конфлюенс или с какими-то другими коробочными продуктами? О, Евгений, поделитесь, пожалуйста, конфлюенс, просто надо уметь готовить. Вот годится ли он под масштабную базу знаний, где много участников, где много проектов, разнопланового материала, где плюс еще какую-то часть надо регулярно выдавать куда-то вовне, в какую-то внешнюю базу знаний. Евгений, может, поделитесь с нами? Да, Катерина, с удовольствием. Добрый день, коллеги. Ура. У меня опыт взаимодействия с конфлюенсом первый еще в 11-м году появился. Я работал в компании Марс, которая шоколадки делает, вот пэдди, греки, тикет, сникерсы и вот это вот все. И у нас, собственно, тогда развертывался конфлюенс как альтернатива базе знаний, наверное, в каком-то виде на Lotus Notes. Притом, это глобально было, то есть там порядка 70 тысяч человек в компании и IT-департамент, соответственно, где-то тысяч пять. И развертывали глобально и с тех пор, собственно, я конфлюенс полюбил нежно, а с SharePoint работаю вообще с 2004 года и мне кажется, это обе платформы, которые и в больших корпорациях и на малых, в малом бизнесе сейчас применимы отлично, тем более, что они обе предлагают довольно такой, довольно гибкие по лицензированию политики, да, и если конфлюенс там были еще времена, когда в небольших компаниях его там ставили через минные коленки и там вопросы были еще к лицензиям, то сейчас уже там до 10 пользователей спокойно можно бесплатно пользоваться, у Microsoft тоже довольно недорогой SharePoint, а если правильно ими пользоваться, то можно сделать очень многое, то есть сейчас, например, вот у нас SharePoint, ну, на мой взгляд, да, во-первых, если на большие масштабы, то лучше SharePoint, но здесь очень много нюансов, потому что если его разворачивать внутри компании, это куча работы с инфраструктурой Microsoft и довольно дорогой, если в облаке, то здесь могут быть вопросы к безопасности информации и насколько готова компания этим заниматься, потому что я, например, в Gazprom нефти работаю, у нас безопасники на облака, у них сразу аллергия, они покрываются пятнами, поэтому мы работаем внутри, но внутри, опять же, вот у нас SharePoint, мы его развернули в 2017 году именно как площадки для работы, такие локальные, которые мы могли бы выдавать командам, у нас с тех пор вот за прошлый год полтора миллиона операций, то есть там порядка 12 тысяч уников из 18 тысяч человек с учетками, на мой взгляд, довольно хороший показатель. Confluence, он хорош, и на SharePoint очень хорошо операционку делать, для базы знаний он не очень хорош, а вот Confluence, он под базу знаний подходит, на мой взгляд, идеально, особенно если учесть, что если компания еще пользуется другими продуктами из инфраструктуры, из экосистемы Atlassian, сейчас Atlassian купил Trello, поэтому Trello теперь с Confluence все ближе и ближе, если пользуетесь жирой, вообще замечательно. И Confluence хорош, когда к нему вот как к продукту какому-то, почему написал, что надо готовить, потому что если сделать яичницу из просто яиц, то это получится просто яичница, а если в нее добавить еще там перчика красного, помидорчиков, не знаю, сыра, зеленью посыпать, то будет совсем другое, да, и здесь то же самое, у Confluence очень хороший, ну и Atlassian вообще, очень хороший marketplace, там довольно много есть плагинов, да, они стоят дополнительных денег, но они зачастую дают очень хороший функционал, есть плагины по workflow, можно реализовать там рабочие процессы на них, можно делать шаблоны, именно прям формы делать в Confluence, можно те же DROIO, да, например, рисовать диаграммы, если это необходимо, там от майтмэпов до UML и BPML диаграмм, поэтому здесь нужно просто понимать, искать те плагины, которые нужны, ну и копаться, копаться, и опять же, когда компания привыкает, люди привыкают этим пользоваться, то здесь дальше уже очень быстро-быстро работает, опять же, вот про Espring написали в чате, LMS-ки на Confluence есть, которые, насколько я знаю, там, Скормовский формат понимают, то есть много есть продуктов, которые именно хорошо достраивают его, надеюсь, ответил на вопрос, Катерина. Да, спасибо, а с точки зрения вот еще, собственно, востроения структуры, этой базы знаний и информационной архитектуры, у меня, ну, не такой большой опыт работы с Confluence, но все, что я в нем делаю, у меня, но, правда, там не было какого-то супер-гуру у нас в организации Confluence, не могу сказать, что мы ее сильно кастомизировали, вот, но все же там в основном сводилось все к такой линейной структуре, ну, там, пространство, там, темы, там, я не знаю, документы и так далее, а если нужна, ну, такая вот многомерная история с какими-то там справочниками, с разными видами контента, чтобы там были ссылки на видео, на аудио, чтобы все это при этом быстро, удобно, грамотно описывалось, вот, все, что вы рассказали про Confluence, оно по-прежнему релевантно? Абсолютно, да, вот, собственно, Камила, спасибо, скинула ссылку, плагин есть, классный, это Scroll Viewport, это, собственно, позволяет вам ввести контент в Confluence, и при этом этот же контент уже в другом форматировании, да, или с другим оформлением выставлять, например, себе на внешний сайт, очень удобная вещь. По поводу структуры, у Confluence есть суперсила, да, которая является продолжением его недостатков, действительно, там, такого четкого введения метаданных, например, как в SharePoint, нет, здесь иерархические деревья метаданных, и можно задавать прям конкретные справочники, но в Confluence есть очень классная система меток, тегов, и можно с их помощью вытаскивать, скажем так, на одной странице можно сформировать несколько блоков, в которые будут попадать другие страницы по определенным меткам. Ну, мы вот, например, сейчас делаем один из проектов, у нас есть, например, тип документа, это может быть письмо, распоряжение, приказ, и там же есть подразделение, которое является автором документа, второй разрез справа, точнее, второй справочник, портал, к которому относится документ, третий справочник, тип, ну и так далее, и они все вытащены на одну страницу, вот именно с помощью этого инструмента, то есть по нужной метке просто вытаскиваете, то есть там довольно гибко можно с структурой работать. Здорово, очень интересно, спасибо. Так, ну а про вот этот вопрос, который был по iSpring, сейчас я его зачитаю на всякий случай, интересует опыт построения структуры базы знаний на платформе iSpring.learn, сейчас переходим на нее, пока вижу, что там просто структура, как в компьютере, папочки, документики, неудобно, ненаглядно, не видно дерево, то есть надо хорошо знать, что где лежит, чтобы найти, не знаю, стоит ли переносить туда все, или использовать под базу знаний другое решение. Спасибо. Может быть, кто-то сможет ответить на этот вопрос, имел такой опыт. Похоже, нет. Есть ли еще у нас вопросы или какие-то темы для обсуждения? Для меня это все, сегодняшняя встреча была очень классной и полезной, ну, с теми, кто общался активно. Мне было бы интересно, кстати, продолжить общение на эту тему дальше где-нибудь в другом месте после конференции. тогда, наверное, вопросов больше нет. Спасибо огромное. Я на всякий случай кидаю в чатик. О, вот, собственно, да, спасибо. Я сейчас напишу в телегу и я тоже свой на всякий случай кину ник в телеграме, вот, так что, пожалуйста, так, а, и сейчас я кину на всех. Ну, Ну, что, спасибо всем огромное. Было очень здорово, очень интересно, особенно спасибо Евгению, Камиле и Оксане. Ну, и будем дальше действовать на пользу наших баз знаний. Спасибо. Спасибо большое, Екатерина, вам тоже спасибо. Спасибо. Ну, и идем, кто хочет общаться дальше в телеграме. Спасибо большое. Все, да, закрываю тогда комнату. До свидания. Спасибо.